ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В нашей студии директор спортшколы Владимир Иванович Леонтьев и тренер по хоккей, участник чемпионата мира 2004 года Александр Петрович Скугорев. Здравствуйте! Добрый вечер! А я напоминаю телезрителям, что у них есть возможность задать свои вопросы гостям в студии. Для этого у нас есть телефон 8495 508 86 84. А кроме того, свои комментарии вы можете оставлять в нашем аккаунте в Инстаграм. Там сейчас тоже идет прямой эфир. Ну, ни для кого не секрет, мне кажется, и сегодня утро у россиян примерно началось у всех одинаково. Мы смотрели хоккейный матч, наши играли с Данией, слава богу, одержали победу. Вот как оцениваете результат, как игра прошла по вашему? Мне не смотрели ли вы матч или работа не позволила? Ну, лично я смотрел, как утром проснулся, сразу включил телевизор и начал смотреть. Ну, очень тяжело было, в принципе, не так уж и вроде Дания, да, вроде как бы не хоккейная страна считается. Другие виды спорта маленькие. Но сейчас такой уже хоккей развился так, что даже с Данией уже тяжело играть, потому что все научились играть. И приглашают игроков из других стран, усиляются и развиваются очень сильно. Ну, 3-1, слава богу. Владимир Иванович, для вас как ожидаемый результат? Болели за наших? Ну, как бы мы все время в теме, не только тех видов спорта, которые у нас в спортивной школе. И мы особо переживаем и за лыжные команды. Сегодня наши лыжники тоже. Мы как бы ориентируемся на ту работу, которую проводит и Федерация лыжного спорта во главе с Еленой Валерьевной. Поэтому, как бы, принимаем опыт в работе. Мы видим, что сегодня они как бы креативные, с креативным мышлением, конкурентно способные. К чему надо стремиться всем нам, работникам спортивной школы. Но сегодня матч действительно был напряженный. Впереди полуфинал. Мы играем со Швецией. Вот, Александр Петрович, как оцениваете наши шансы на успех? У шведов команда, ну, как мне кажется, посильнее, чем у Дании. Нет, я бы так не сказал, что шведы сильнее. Это две абсолютно одинаковые команды. Абсолютно очень две сильные хоккейные державы и хоккейные школы шведских. Хоккей, шведская школа, хоккей, российская школа, хоккей. Это очень такие самые продвинутые школы, да. Самые такие перспективные школы. И со шведами это очень тяжело играть. Там очень сильное у них нападение. Линия нападения очень сильная. Очень сильные лотари. Ну, у нас то же самое. Как бы у нас сильное нападение. Но больше мы играем в такой хоккей-комбинационный хоккей. Очень такие нестандартные решения, что и может помочь нам сыграть в этом, выиграть шведов. Вот, кстати говоря, да, наших игроков вы из НХЛ не отпустили на Олимпиаду. Вот как вы считаете? От этого наша команда стала слабее? Скажем так, играть тяжелее? Ну, могу сказать, что все находятся в равных условиях. Ну, так вот, как получилось тогда. Пандемия, к сожалению. Да, все в равных условиях. Там нет НХЛСов, у нас нет НХЛСов. Поэтому победит как бы сильнейший. Владимир Иванович, вы, значит, за лыжными соревнованиями следите? Нет, мы стараемся за всеми соревнованиями, за всеми видами спорта. Но так сложилось-то исторически. Детство и как бы часть жизни провел на севере. Занимались только лыжными спортами, просто нечем. Другими видами спорта не было возможности заниматься. Как бы, ну, всегда как бы в теме. Но мы практически, как и наши тренера, во всех видах стараемся найти что-то, то, что нам поможет реализовать задачи, которые стоят именно перед спортивной школой. Потому что у каждого вида и у многих тренеров из других видов можно подчеркнуть с пользой для своего вида спорта. Ну, а теперь предлагаю немножечко отойти от Олимпиады и поговорить, собственно, о главной теме – 15 лет спортивной школе Одинцова. С чего начиналась ее история? Начиналось постановление главы района того времени об организации спортивной школы Одинцова. Инициатива исходила от руководителей на тот момент Светлой палаты Российской Федерации. Это Сергей Михайловича Сахраев, в первую очередь, Андрея Михайловича Андропова, многократного победителя всевозможных турниров и, как бы, можно так сказать, лучшего белого игрока в мире. Правильно будет, наверное, с белым цветом кожи. Значит, была открыта школа практически на пустом месте на базе Дворца Спорта Искры, единственное помещение, которое мы на тот момент могли предоставить. Значит, ну, прошло много лет уже, 15. Пять раз школа была реформирована, проведены реформы, связанные со спортивной деятельностью в спортивном комплексе МГИМО, с фигурным катанием и хоккеем, которые приняты к нам были, к удивлению многих, в 2015 году. Затем к нам пришел футбол. И сегодня, как бы, такие виды спорта, как хоккей, футбол. Мы играем в зимнее перенетство Москвы по футболу. Бадминтон – это, как бы, наиболее по численности значимые виды спорта. А вот когда школа только создавалась, 15 лет назад, сколько было отделений, какие виды спорта? Мы начинали, как бы, на таких, на учительских контактах привлекали, в первую очередь, у нас было только два тренера. Ольга Михайловна Власова начинала, значит, привлекали учителей физической культуры. У нас такие были очень хорошие помощники, как в Немчиновском лицее, здесь в городских школах. Вот, надо, безусловно, отметить, это школа номер 12 во главе с директором Валентиной Викторовной Холиной. Какие бы мы и что бы мы ни делали, вот первый помощник, все, да, дети наши там и хоккеисты у нас в спортивной классе сегодня учатся, занимаются. Учебный процесс построен немножко по-другому, по-современному. У нас есть тренировки, учебный процесс, снова тренировки. И без такой поддержки мы бы не смогли реализовать те программы, которые ставятся именно перед спортивной школой и, как бы, и не реализовывать социальные проблемы. Школа номер один, Арсана Владимировна Романовска, ну, без комментариев. Школа номер девять, значит, Зоя Куско, ну, сложно всех перечислить. Но вот именно общими усилиями мы тогда были за образованием, задача была решена. В это никто не верил, как теперь уже выясняется, но это было сделано. Именно на базе двенадцатой школы, если мне память не извиняет, был создан хоккейный класс. Да, инициатором был это 2003 год. У Истоков, как я понимаю, стояла Лариса Евгеньевна Ложутина. Значит, ну, на сегодняшний день мы в этой школе общими усилиями управления образованием школа двенадцать. Мы, значит, наши уважаемые тренера, у нас четвертый, пятый, шестой. У нас три спортивного класса, это дети 2009, 2010, 2011 годов. Просто формат образовательного учреждения не позволяет на сегодняшний день открыть именно в ближайший год следующий класс. Но мы работаем над этим. Без этого не сделать. А конкретно надо и санкт-петербургом. Вот да, вот сейчас мы спросим, насколько это удобно. Ну, может быть, и не нужен этот спортивный класс. Вот, Александр Петрович, насколько удобно, когда ребята тренируются вместе, учатся вместе? Ну, во-первых, я скажу так, что если ребенок настроен на данный вид спорта, хоккей, то это очень хорошее, так ему сказать, подспорье, да, что он может совмещать учебу с занятием спорта, в данном случае хоккеем, да. У нас утренние занятия до школы занимаемся, потом все вместе идем в школу. После школы они опять приходят, да, и опять следующее занятие, второе занятие уже у нас. У нас получается практически утром занятие, после школы занятие, ОФП, лед, то есть практически три занятия у нас получается. Не два даже, а три занятия. Я считаю, это очень для ребенка, который нацелен на хоккей, да, если он видит себя в дальнейшем в хоккее, то для него это очень, я скажу, что очень такая база, очень сильный фундамент, заложить фундамент для дальнейшего развития своего и для дальнейшей карьеры своей. Ну и родителям, наверное, удобно, не нужно подгадывать расписание школьное под расписание тренировок. Да, я могу сказать, что родители не только очень сильно довольны, потому что они говорят, что я уже как второй там отец им. Вот, кстати, а за тройки как вы доказываете? Они приводят его утром, и все, и только вечером забирают. Практически тренер и нянька, и все. За успеваемостью следите, бывает такое, что двойку получил, и посиди на скамейке запасных, подумай о своем поведении. Ну это постоянно бывает, да, что в школе там кто-то дисциплина, кто там плохо учится. Конечно, мы стараемся сделать так, чтобы они не пропускали занятия, игры. Ну, бывает, что и приходится отстранять, что совсем уж там плохо ведется или плохо учится совсем. Без дисциплины никуда. Да, основа – это дисциплина вообще в любом виде спорта. Владимир Иванович, вы сказали, да, начинали с малого, а вот что сейчас? Сколько сейчас отделений в спортшколе? Мы как бы семь отделений, семь направлений, но я повторяюсь, что акцент сосредоточен в соответствии с теми условиями, которые созданы в округе. Это, безусловно, большой вклад руководителя округа. Надо отметить Евгения Александровича Серегина, руководителя Ледового Игоря Викторовича Сервецкого. Созданы условия, вот мы в Ледовом приходим к Сервецкому. Две площадки льда, зал ОФП, брошковая зона на пять ворот. Ну, у нас по-современному. Как Александр Петрович говорит, многие команды КХЛ не имеют таких условий. В футбольном поле с подогревом занятия наши дети занимаются круглогодично. Младшие возраста в Манеже, Подушкинское СССР, владение 17А, тоже все младшие возраста нет смысла на улицу сейчас там. Сегодня бадминтон два раза в неделю занимается в волейбольном центре, что на момент открытия было нереально. Но сегодня там восемь площадок, сегодня мы видим по телевидению, какие условия созданы для наших детей. Учитывая то, что материальная база соответствует, также наши работники спортивной школы участвуют в различных конкурсах. Я хочу отметить, что такие наши административные работники, как Ирина Исмайловна Тарасенко, Ирина Ивановна Бердюгина, много лет работающие, сумели победить в грантах и в конкурсах. Только за прошлый год школа на безвозмездной основе получила и выдала детям Одинцовским более 200 клюшек, чтобы мы ориентировались. Стоимость клюшки заряд на сегодняшний день превышает 9500 рублей. То есть школа решает в то же время, в первую очередь, социальные задачи занятости детей. Александр Петюшевич, так что ж правда говорят, что хоккей такой дорогой вид спорта? Вот 9000 с лишним только одна клюшка. Ну это как школа помогает, да, там и у нас не только клюшки, там и какие-то сборы там выделяются, деньги там на проведение летних сборов особенно. Ну да, это очень такое сейчас на данный момент, да, вот это для родителей существенно, так сказать. Ну можно по-разному брать, можно обязательно там такую дорогую форму, можно какую-то там подешевле форму, разная форма есть, есть бывушная форма там. На начальном этапе вообще советуем новую форму вообще не покупать ребенку, потому что она, ну в принципе, не нужна, во-первых, это то, что растет, как бы, да, нет смысла там, да, какую-то дорогую, что у него там через полгода уже нога вырастает, там, да, размер другой. Мы советуем даже брать бэушную форму, которая прям стоит там копейки. А мне всегда так было стыдно, что я сыну хоккеиста в комиссионном магазине хоккейном покупаю, экипировку. Нет, это наоборот, мы даже советуем, не надо новую на данном этапе. То есть все доступно, было бы желание, выход всегда найдется. Да, я думаю, да, что это желание, что зависит, во-первых, ребенка желание, ну потом уже родители. Евгения, я хочу добавить, что лед-то оплачивает и футбольное поле, и залы, это муниципалитет, это деньги муниципалитета, это родители не вкладываются в это, поэтому это очень значимое, те условия, которые здесь созданы, они только способствуют развитию детей. Если они даже лучше, чем у некоторых клубов КХЛ, то, наверное, комментарии дальше излишни. Без комментариев, понимаете, тут, вот даже мы на примере бадминтона, мы сегодня конкурентно способны на любом уровне. Спортсмены из школы представляют как Российскую Федерацию на европейском и на мировом уровне, мы как бы, задача, которая стояла именно в этом направлении, она исполнена. У нас приятные новости, что Брыжгалов Даниил, 2003 года рождения, вчера сыграл первый официальный матч за команду, хоккейную команду Сочи, команда КХЛ, это показатель работы. У нас даже сделан стенд в Ледовом, благодаря вот совместной деятельности совсем недавно, на котором показаны те люди, дети, которые у нас начинали, это, безусловно, Жиренко, Кацевич, Даниил Лазутин, Воробьев, Арсений, которые первые саги делали в Одинцово. Это ребята теперь, которые привлекаются к играм в национальных командах Российской Федерации в своем возрасте. Вот вы так плавно подвели к моему следующему вопросу. За 15 лет, вот можно посчитать, сколько воспитанников спортшколы Одинцова выпустила? И вот, может быть, кем особенно гордитесь? Вот хоккеистов мы перечислили без исключения. Вот мы гордимся, вот раз у нас сегодня речь об админтоне, я горжусь, может быть, я не совсем педагогично скажу, но у нас были очень крупные девчонки, они занимались до 11 класса, поступили кто в МГУ, кто в высшую школу экономики, кто в Плехановку, все играли за свои курсы, факультеты и учебные заведения. Один из наших бадминтонистов, я не называю фамилию, это нормальное явление, сегодня является замдекана юридического факультета МГУ. У него брат младший, у нас до сих пор занимается бадминтоном. И наверняка при этом в хорошей до сих пор физической форме, благодаря тому, что занимался. У нас Александр Пожухин, призер всероссийских соревнований школьных команд, пришел к нам и работает в отделе закупок. Вот кто-то вдуматься может, нет? Закупают автобусы, скорые помощи, форму, мячи, шайбы для детей. В ноябре юные спортсмены хоккейной команды «Армада» готовились к первенству Московской области. А наш корреспондент побывал на одной из тренировок. Давайте посмотрим. Защитники, да, мощнее ногами, срываемся с места, быстрее все делаем спиной, переход на спину, там подкатывайся, вы должны успевать. Бей, беги, встретимся у ворот один в ноль. Эти упражнения юные хоккеисты знают уже наизусть. Ребята из спортивной школы Одинцова тренируются дважды в день и готовятся к первенству Московской области. Мы участвуем в соревнованиях, вот уже у нас третий сезон пошел, как мы участвуем в соревнованиях, а третье первенство Москвы, Московской области. У нас, в принципе, неплохие результаты. У нас в том году мы заняли пятое место из 16 команд. В этом сезоне мы идем пока на третьем месте. Саша занимается хоккеем уже шесть лет и ни разу не пожалел об этом. Учебу и спорт успешно совмещает. Мечтаю стать профессиональным хоккеистом и покорять лед, говорит юный спортсмен. Мы выполняем задания, много заданий. Например, раскаты, могу вам сказать упражнения, раскаты. Один в ноль, два в ноль, два в два, один в один. У нас сейчас тренировка называется «Бей-беги». Это вторник. Среда в среду «Бей-беги» часть вторая. В четверг у нас, не знаю, как называется, пятница. Это предыгровая пятница. Пятница – это предыгровая, а суббота – это контрольная, по воскресеньям у нас игры. В свои 11 лет эти ребята имеют четкие цели – тренироваться и побеждать. Занятия у команды не только на льду, но и в зале ОФП. Большое внимание уделяют отработке бросков и технических элементов. Впереди подготовка к первенству Московской области, соревнования и турниры. Армада стремится к новым спортивным победам и становится все сильней. В прямом эфире ТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о спортивной школе Одинцова, которая на днях исполнилась 15 лет. Александр Петрович, можем уже говорить о результатах первенства? Как наши ребята выступили? Пока играем, но я могу за свою команду за 2010 год. В этом году у нас было две группы. Группа А, группа Б и в группе А мы выступали и заняли. Завоевали, я могу сказать, третье место, что очень тяжело нам. Мы очень соперники были сильные. И буквально все решилось в последней игре с Академией Петрова. Нам нужно было выигрывать только в основное время. Нас не устраивала ни ничья, ни булиты. Только в основное время мы выстояли. Мальчишки молодцы. Огромное спасибо им, хочу сказать. Они проделали большую работу. Начиная не только с сезона. С начала сбора всех. Очень серьезно подготовились. Сделали очень хороший результат мы. А вот как настраиваете мальчишек на результат? Это же ведь не только тренировки. Тут еще какой-то настрой должен быть на победу решительный. Ну, в первую очередь, тренировочный процесс. Тренировочный процесс. Естественно, что мы там и тактические занятия, у нас теоретические занятия. И непосредственные беседы. Говорим, что там у нас какая игра, какой соперник. Все делаем для того, чтобы мальчишки развивались и показывали высокие результаты. Вот сколько дней, да, Владимир Иванович? Я бы хотел добавить, что в Московской области девять таких конкурентных школ. Это Мутиси, Подольск, Балашиха. И войти в эту семерку очень проблематично. И на сегодняшний день у нас команды 10-го, 11-го, 9-го, 8-го, 6-го года занимают седьмую позицию. Мы считаем, что достаточно значимый результат. Если, допустим, Александр Петрович, конкуренции очень. Это Атлант и все прочие. Это профессиональные клубы. Но мы стремимся. Сегодня мы входим в эти семерки. Это хороший показатель, мы считаем. У нас сейчас следующая задача. Вот этот рубеж четвертого места. Всем пройти. Не только команде Александра Петровича, но и другим возрастом. В сюжете немножко поговорили о тренировках. Из чего они состоят? Бывают игровые тренировки, бывают не игровые. Давайте поподробнее на этом остановимся. Сколько упражнений хоккеисты делают за тренировку? У меня лично, у нашего 10-го года, у нас все расписано. У нас микроцикл. Начинаем мы со вторника по субботу. Первые тренировки закладывается физическая подготовка, функциональная подготовка. Потом уже начинается техника катания, владение клюшкой, шайбой. Потом уже ближе к игре начинаются технико-тактические занятия. Там уже непосредственно отработка всех компонентов игры. Атака, оборона. Как правильно действовать, в каких ситуациях. И уже к игре подходим полностью готовы. А вот насколько хоккей сейчас у подрастающего поколения популярен? Владимир Иванович, сколько хоккеистов в спортшколе? Вот можем мы отметить, если мы в 2015-2016 году на просмотры, это 2011 год, в 2011 год дети рождения были, до 70 человек приходило. Но даже сейчас, учитывая и пандемию, и финансовые составляющие, мы не замечаем падения, хотя 70 мы не набираем, но 40-44 человека мы есть. У нас 100 детей занимается до 7 лет только. Это возраст 5-6 лет. А вот насколько серьезен этот отбор? Что там должен показать ребенок? Мы как бы, если правильно, то на этом возрасте мы не делаем отбор. Шансы всем даете? Да, даём попробовать всем. Мы живем в городе, мы видим этих родителей, и на начальном этапе мы не отказываем попробовать, если есть желание у родителей, у ребенка. А дальше, безусловно, нужен спортивный отбор, надо определяться, потому что подготовка, вот на примере группы подготовки Александра Петровича, она достаточно серьезная, он немножко как бы и не все рассказывает, он отменно умеет вести дела документально, письменно, план подготовки, анализ. Вот это все у него есть, понимаете? Так должен работать современный тренер, и у него, у меня теперь любимый вариант, конкурентное мысление должно быть у него. Не будет этого, ничего не будет. А работать будет сложно. Вот, Александр Петрович, может быть, было на вашей практике такое, что пришел ребенок, ну вот, казалось бы, слабенький, а потом бы раз и выстрелил? Я могу сказать, было это не только с 2010 года, но и в 2001 год, который у меня был, там было очень много таких детей, и всех могу там передать привет к 2001 году рождения своим воспитанникам, спасибо им за то, что они работали со мной. Это, наверное, вам спасибо, что вы рассмотрели их потенциал. Терпели меня, да, было, но они сейчас все приходят, там, и по праздникам, на день тренера всегда приходят, мы там общаемся, разговариваем всегда с ними, то есть вот контакт, он не теряется, да, и мы друг друга как бы и там переписываемся иногда, там, как дела, там, что там, как ты там дальше, там, как ты пошел, куда чего там устроился, где-то там работаешь, или кто-то там даже служит, там даже кто-то в армию пошел. Ну, мы вас уже немножко порекламировали в самом начале, да, сказав про чемпионат мира 2004 года, а вот расскажите, с чего все начиналось? Почему именно хоккей? Почему не футбол, к примеру? Сейчас так рассказывать, надо еще одну передачу, тогда она будет еще, чтобы рассказать всю мою биографию, как я начинал, я могу так вкратце рассказать, просто вообще, как бы я родился в городе Ангарск, это Иркутская область, и там самый основной вид спорта был, это хоккей, и до сих пор там самый основной вид спорта вот этот хоккей. То есть вариантов было немного? Да, вариантов не было, да. Но дело не в этом, просто я как бы, когда первый раз увидел хоккей, понял, что это все, вот это все, это мой вид спорта. Поэтому выбрал хоккей. Ну, во-первых, у меня еще брат старший был хоккеист, и как бы можно и по стопам, да, но это все равно, это я сразу полюбил хоккей, за его вот эту игру, вот эту эмоциональность, вот это вот, то, что форма, это все вот это, вот для ребенка, для маленького мальчика, это все очень как бы... Привлекательно. Привлекает его, да. А вот сравнивали, наверное, с братом все время, или не сравнивали? Сравнивали, да. Тяжело, наверное, было. Да, тяжело, когда у тебя старший брат смотрит на... И там даже брат все время говорил, давай-ка там это, тренируйся лучше. Ну, всего ты тянешься за ним. У меня брат очень хорошо играл. Он и сейчас у меня тренер, он также работает тренером там в Ангарске. У него воспитанники, и сейчас воспитанник Артем Воронков, это вот его воспитанник, который в сборной, в Казани играет Воронков, это вот его воспитанник. Здорово, здорово. Участник чемпионата мира молодежного. На семейных встречах вам есть что обсудить? Да, есть что обсудить. Или стараетесь хоккейную тему не трогать? Да, мы постоянно, вот даже сегодня мы там переписывали сегодня с ним в Ватсабе. Постоянно с ним. Он сейчас на турнир поехал. А если вспоминать чемпионат мира 2004 года, вот я себе даже представить не могу, какая это ответственность, когда ты выходишь на лед, представлять свою страну, защищать ее честь. Вот как это вообще? Ну, вообще, да, чтобы вообще попасть на чемпионат мира, это, конечно, надо пройти огромную, огромную школу, вот эту хоккейную всю, да, это огромный труд, тяжелейшие тренировки, там, работа над собой, и все это, и дисциплина, там, и все, все на свете. И ты, когда уже попадаешь туда, ты понимаешь, что ты не просто так туда попал. Это не бывает, что случайные люди не попадают, спортсмены случайные. Туда попадают те, которые на самом деле хотели это очень сильно, и которые соответствуют на данный момент уровню этого. Ну, планка высокая, но ее удержать еще надо. Вот какая игра была самая тяжелая? За защитой мира? Да, не все там, там не бывает таких игр, что ты выходишь, да, там, ну, бывает чуть там это, но в основном там всегда это все играется так вот, как говорится, от ножа, все это. Все хотят показать за этот короткий промежуток, да, за несколько игр, показать себя, свой результат, показать свою страну, и за честь страны выступаешь, и ты прямо ощущаешь вот эту за спиной, эту ответственность, что за тобой страна стоит, прямо вот это вот ощущается. Но это же всегда, мне кажется, коленки трясутся, в голове все перепуталось. Они трясутся буквально перед игрой. Потом, когда ты пару смен выходишь, и все проходит, да, когда ты там уже пробежался, пропотел уже, все, ушло, и пошла работа уже. Вообще, конечно, у спортсменов, вот не знаю, Владимир Иванович со мной согласится или нет, всегда удивляет собранность, ведь мало того, что ему нужно там быстро кататься за шайбой, следить, у него же в голове вот эта тактика, да, что сказал тренер, теория, о чем разговаривали, реализовать моменты какие-то, да, нужно. Вот как это все? Нет. В условиях волнения можно мобилизовать. В условиях, в игровом режиме ты уже, ты сильно там не думаешь, ты просто уже какие-то используешь те навыки, наработки, да, вот эти, то, что, как мы говорим, это все на автомате делается уже. Много лет, когда ты занимаешься, ты уже делаешь это автоматически, попадая в ситуацию какую-то игровую, ты просто уже делаешь на этом на автомате, там некогда, время там думать, а что сейчас сделать, да, или что там сделать, нет, это все уже наработано, отработано, да, все это уже просто ты раз и выдал, и все выдаешь, выдаешь, выдаешь. Вот, кстати говоря, Александр Петрович, он правильно ответил, дисциплина, как игровая должна быть, то есть на площадке или на поле, так и вне ее, оно одно к одному складывается, и без этого не обойтись. Вот как раз про дисциплину хотел спросить, видите, у многих родителей в голове такой образ тренера, это такой вот прям брутальный мужчина, который сейчас, вот ребенок вышел, ну, к примеру, налет, да, раз про хоккей говорим, и он его тут же дисциплинировал, он кричит, он ругается, обозвал нормально, ну, вот такой вот образ, вот, ну, понятно, что это на 75% предупреждение, вот как? На сегодняшний день такие формы работы неприемлемые, тренера должны, давно уже были поменяться, они должны быть креативными людьми, вменяемыми, они должны быть такими, чтобы дети шли именно к этому тренеру заниматься, а никакому другому. Если будут такие моменты, которые вы озвучиваете, ну, сегодня у этих людей в работе нет будущих, все равно ничего не сделать. Ну, все-таки, это, наверное, скорее такое предубеждение, какой-то собирательный образ. Ну, это единичный случай, они до сих пор мелькают, но сегодня, ну, давайте откровенно, таким людям работать нечем. Вот, кстати говоря, Александр Петрович, вы своего первого тренера помните, помните, какие советы он вам давал, может быть, они и сейчас вам помогают? Конечно, помню, это Виктор Николаевич Саютин, мой первый тренер, ну, там еще были тренеры, да, но в основной, да, заложил меня, да, сделал меня как спортсменом, да, развил как спортсмена, как хоккеиста, да, это мой первый тренер, который вот я пришел первому тренеру. И, ну, вот, какие советы, вот часто, допустим, говорят, что там вот там современный там или несовременность, да, вот это вообще я считаю, как бы, да, есть результат работы не только тренера, да, и ребенок тоже, да, растет, прогрессирует, значит, тренер все правильно делает, значит, он у него правильно работает с командой, с ребенком, а говорить там современно, несовременно, я считаю, ну, для меня, ну, как для тренера, я считаю, это, ну, неправильно. Вообще, да, ребенок развивается, прибавляет или нет, вот для меня вот этот критерий. Спортивная школа Одинцова, это не только хоккей, многие мальчишки предпочитают футбол, и наши футболисты стали победителями первенства Московской области по футболу, в чем секрет, успех команды, узнал наш корреспондент. Низ! Хорошо! Дай! 24 футболиста, опытные тренеры и много выездов. Команда из спортивной школы Одинцова стала чемпионом первенства Московской области по футболу. Из 22 игр в 16 ребята одержали заслуженную победу. Задача была поставлена выйти в высшую группу, но, к сожалению, немножко нам не хватило, мы в общекомандном зачете заняли второе место. Командный зачет это по 6 возрастам. Парни действительно сделали хороший шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Это нас радует. Скажем так, очень профессионально провели этот чемпионат. Не было никаких глобальных сбоев, срывов. Команда проиграла всего лишь одну игру и пропустила всего лишь 12 мячей. это первый показатель, близко даже никого нет. Первенство прошло и сейчас тренировки носят больше восстановительный характер. Ребята занимаются 5 раз в неделю. В свои 15-16 лет юные футболисты точно знают, что за любой победой стоят упорство и целеустремленность. Да, конечно же, очень тяжело. Во-первых, хочу сказать спасибо тренерам и ребятам, что проделили такую колоссальную работу. И это, конечно же, победа наша стопроцентная. Победители не расслабляются и ставят перед собой новые цели. По словам тренеров, на следующий год будет сформирована еще одна молодежная команда. Со старшими возрастами мы будем тренироваться только на улице. Но один раз, может быть, и дадут нам манеж. А так, они уже взрослые, стадион хороший, с подогревом. Если не будет сильных морозов, то будем тренироваться здесь. Пока в планах у одинцовских футболистов полное восстановление. Впереди еще много важных турниров и соревнований. нужно быть в хорошей форме. Владимир Иванович, признавайтесь, в спортивной школе кого больше, хоккеистов или футболистов? На сегодняшний день больше футболистов. Вот как думаете, почему? Доступнее вид спорта? Ну, более как бы доступный в том числе и учитывая финансовые затраты и условия. Там бутсы тоже какие надо подобрать, наверное. Конечно, но мячи, стоимость мяча в среднем 3,5-5 тысячи рублей, но школы закупают их. В последний раз закуплено 82 мяча, то есть все обеспечены мячами. У нас нет такой надобности, чтобы какие-то потребности. Немножко возникает вопрос из формы, но мы их решим тоже. Поэтому, ну, футбол был, футбол. Понимаете, так же, как хоккей, был хоккей. Он и будет всегда. Поэтому без футбола не жить и без хоккея не жить. А вот как для наших футболистов прошел футбольный сезон? Вот, судя по сюжету, вполне себе успешно. Как бы двояко можно отметить. Мы призеры командного первенства Московской области, но стояла задача выйти в ИСУЛИГУ. Но немножко не получилось, потому что первый круг мы набрали, если память не изменит, 110 очков, а во втором 144. И только как бы ну, провалы, в первом круге не позволили нам подняться на первую ступеньку. Ну, урок впрок. Теперь эта цель, наверное, на следующий год? Да. Да. Но надо, я хочу обратить внимание, с 1 января 2022 года у школы открыто две молодежные команды. Вот, о чем говорили, сделали уже. Да, сделано. Одна команда играть будет, это подружки 2004 года и 2003 играть будут на первенство района, а ребята постарше, а некоторым из них есть и 24 года, они играть будут первенство Российской Федерации среди коллективов физкультуры. То есть, вот, ребятам, тем, кто взрослый уже, желание есть играть, выступать, им предоставлены в округе условия. Ну, судя по результатам, тренеры у футболистов замечательные. Вот, давайте о них расскажем. Кто эти люди? Молодежная команда возглавляет Петр Иванович Семсов с колоссальным опытом, авторитетом. Я, как бы, хочу отметить, что Игорь Семсов, его сын, сегодня тренер Химок, Красногорск. Сегодня показывали Журава Владимировича Анаея, профессиональный футболист. Александр Анатольевич Доробешкин, мастер спорта по футболу. Уровень тренеров достаточно высок. 95% тренеров спортшколы имеют первую высшую категорию. Александр Анатольевич, а вы в футбол не играете? Ну, конечно, играю. Летом, когда в отпуске не играли. Нет, в детстве, я могу сказать, что в детстве не было, что только хоккеем занимались. Занимались всем вообще. Всем виды спорта, какие были, летние, тем и занимались. Это, наоборот, это хорошо, когда ребенок вообще всесторонне развит. Ты играешь во все, там, футбол, баскетбол, причем ты хорошо играешь. Не так, что там, как-то там посредственно ты хорошо играешь. И я участвовал, я могу сказать, на кожаный мяч участвовал, такое было поведение. И на золотую шайбу мы играли, там, все, где можно было играть, мы играли. Поэтому игра, она очень сильно развивает все качества спортсмена, там, да, или там, футболиста, хоккеиста, там, да, что он играет, и баскетбол может поиграть, там, и в волейбол играть. Я во все хорошо играю, в волейбол хорошо, играю в баскетбол. Играли за школу, там, за все, что можно играли. И это развивает, ты становишься игровиком, как вот там говорят, да, в хоккее, там, игровик, да, вот это развивает игра сама. И тренировки, они дают индивидуальное какое-то развитие, техника катания, то есть локально, да, что там катание, там, это, это, а чтобы научиться играть, нужно играть. Вот это пример для подражания нашим мальчишкам. У наших футболистов есть возможность, я так понимаю, тренироваться и зимой. Вот расскажите про условия, в которых проходят тренировки у футболистов. Вот возрастая молодежной команды, возрастая 5-го, 6-го, 7-го, 8-го годов, они занимаются на футбольном поле, на искусственном, на стадионе. А дети младших возрастов, все занятия проводятся в футбольном анеже. Тоже учреждение создано под руководством руководителей округа. Ну, очень шокарные условия. Лучше не придумать. Поэтому, как бы, без комментариев. Занятия проходят там ежедневно, у нас выходных нет, в субботу, в воскресенье, все занято. По субботам мы играем в Манеже зимнее первенство Московской области, чемпионат города Москвы, извините, 10-м, 11-м, 12-м годами. Это примерно где-то 75 детей принимают участие в этом турнире. Только именно этого возраста. А порядка 170 детей в целом играют зимнее первенство Москвы по футболу. И за январь. Вот, трудно представить, учитывая хоккей и другие виды спорта, 735 детей Одинцовских приняло участие в соревнованиях регионального уровня и высшего. В феврале немножко месяц такой, как бы, по календарю более взятый. Уже коррективы внесены примерно 630 детей. То есть, это семьи, это все привязаны. Это колоссальный опыт, конечно, для ребят. Цифры, они впечатляют. Говорят, что цифры не надо озвучить. А мое мнение, надо цифры показывать, чем мы занимаемся. Это конкретика. Да, чем мы занимаемся. Это конкретно. Ну, можно представить, наши хоккеисты вторую неделю подряд проводят по 22 игры в неделю. Учитывая, что выходят на лед 22 человека, ну, и у нас получается цифра 440. Как хотите, так и, извините за выражение, так и понимаете. Вот и все. Это люди не просто так, а люди способные играть, способные вести игру. И в минимум на поле, я как могу подтвердить Александра Петровича слова, 4 пятерки минимум выходят и 2 в лотаря. Это минимум. Люди-то надо подготовить, их надо научить. Безусловно. Как мы уже сказали, тренировки у наших футболистов проходят и зимой. А наша съемочная группа, конечно же, не упустила возможность и отправилась в тот манеж, о котором мы только что говорили. Внимание на экран. Зимний сезон у футболистов из спортивной школы Одинцова в самом разгаре. На тренировках в манеже уделяют больше внимания технике, а на стадионе оттачивают игровые навыки. Сейчас у нас переходный период такой до Нового года, но с начала января в 20-х числах у нас намечается первенство Москвы зимнее, которое проходит в один круг и оно будет как подготовительный такой турнир к основному нашему чемпионату на Московской области, которая уже начинается у нас весной. Перед тем, как прийти в футбол, Сергей занимался хоккеем и вот уже три года играет за любимую футбольную команду. Игра укрепляет командный дух и мотивирует на победу, говорит юный футболист. Футболь мне больше нравится, потому что команда комбинирует между собой и то, что это команда вид спорта. Я не пошел в теннис, потому что не люблю поодиночке, люблю делать все в команде. По итогам прошедшего сезона тренеры отметили значительные успехи ребят. Упорные тренировки, участие в соревнованиях, турнирах, тренировочные игры приносят свои плоды. Мы видим, что наши дети продолжают развиваться. Самое главное, что они стремятся к этим занятиям футболом. Практически нет таких и не было никогда, чтобы кто-то пропустил и искал причину пропустить занятия. Все время с желанием. И это больше всего нас радует. Команда спортивной школы Одинцова заняла третье место. А тренировки продолжаются. Три раза в манеже и один раз на улице. Ребята уже готовы к новым спортивным победам в следующем году. 15 лет в спортивной школе Одинцова. День рождения это все-таки повод загадать желание. Ну или как минимум планы на будущее построить. Вот чего бы хотелось? Может быть, какой-то вид спорта добавить? Может быть, каких-то площадок? Каких-то условий? Керлинг может быть. Достаточно. Нужна креативная работа тренеров, чтобы добиться желаемых результатов, которые желают наши спортсмены, наши тренера и их родители. Результаты могут быть разные. Конечно, хочется чемпионам, но не всех получится. Понимаете? Мы уже привели пример, что наши дети сегодня играют в КХЛ. В 2020 году у нас сегодня в хоккейном клубе Сочи. Понимаете? Играют люди. Но многим важно пройти этот путь у тренера Шкугарева или у тренера Санаи, чтобы свою жизненную позицию выработать, чтобы была уверенность в будущем. Александр Петрович, давайте загадывать желания по поводу днерождения. Желания, да. Не только у меня, у многих тренеров наших и у многих, так сказать, корифеев Одинцовского хоккея, чтобы была команда МХЛ, молодежная хоккейная команда была. Ну, это как мечты такие. Ну, хотелось бы, чтобы, да, это сбылось. А мечты обязательно должны сбываться. Мы желаем, чтобы это именно так у вас и произошло. С днем рождения спортивной школы Одинцова. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо вам. Александр Петрович, болеем за нас. Болеем, да. За наших олимпиаде. Болеем за наших. Завтра выступают фигуристы, будем болеть за наших девчонок. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Спасибо вам всей команде. Спасибо. Не по...